Варгонс Пока что я бы хотела именно о вас поговорить. Я знаю, что вы не первый раз были в Арцахе, вы там были еще до войны, то есть никак в качестве военного корреспондента вы туда поехали. И хотела бы услышать от вас, откуда у вас интерес, может быть, даже любовь к Арцаху, потому что еще два года назад, я помню, вы снимали фильм в Степанагерте. Да, ну мы, несмотря на то, что занимались документальным кино там, все-таки мы в ранге, скажем так, военных корреспондентов туда поехали так или иначе, потому что проект Варгонс это прежде всего военкоровский проект. Это наша была первая совместная командировка с великим писателем, выдающимся писателем и политиком Эдуардом Лимоновым, который как раз согласился в роли военкора поработать для нас, побывать на Арцахской передовой, сделать оттуда репортаж. И параллельно уже, когда была достигнута эта договоренность, мы решили делать о Лимонове большой фильм и договорились снимать процесс, как он делает репортажи из разных точек. И первая действительно была в Арцах, на Горной Карабах, Степанакерте, затем мы выезжали на линию фронта, могу об этом тоже рассказать попозже. К ныне, кстати, легендарному абсолютно командиру с позывным Кеха он получил героя, насколько я знаю, в самом начале еще этой войны. На севере он сдерживал натиск вооруженных сил Азербайджана, довольно успешно. Вы знаете, что на севере действительно вооруженным силам Азербайджана серьезных успехов добиться не удалось. Мы были у него на фронте, были под Гюлюстаном. Лимонов ранее бывал в Карабахе. В общем-то, он был в некотором смысле нашим проводником в Карабахе. Он нас знакомил с теми людьми, у которого у него сложились дружеские отношения. Кстати, потом на войне нам это пригодилось. Один из этих ребят, например, Саша, к сожалению, сейчас не вспомню его фамилию, он был прокурором Шуши. И во время обороны города был, скажем так, гражданским комендантом. И так было интересно пересечься спустя полтора года, встретиться случайно на фронте с человеком, которым мы гуляли еще по ущелью рядом Шуши, ели шашлыки. Мы как раз были в день открытия Большого собора в Степанакерте. На этот день был такой праздник, очень светлые воспоминания остались. Я всегда интересовался судьбами, историей непризнанных республик. До того, как еще побывать на войне в Донецке, я 4 года прожил в Абхазии, куда приехал в 2008 году первый раз, и до 2012 года я там трудился обычным журналистом на местном телевидении. Это уже, конечно, не была горячая точка в прямом смысле этого слова, но так или иначе какое-то там напряжение все время витало в воздухе. И когда еще я там находился, я интересовался Арцахом, читал известную книжку английского журналиста «Черный сад», как кажется она называется, с большим интересом, всегда следил за этим регионом. И было ощущение, конечно, что рано или поздно, особенно после 2016 года, в 2016 году я находился в Сирии, как раз во время освобождения Пальмиры, все события там разворачивались, я не успел попасть. Ну вот приехал туда первый раз в прошлом году и действительно влюбился в эти места, влюбился в этот народ и внимательно держал руку на пульсе все полтора года до того, как началась эта война. Продолжая эту тему, хотел бы задать следующий вопрос. Как тебе темперамент народа, проживающего в Карабахе? И расскажи чуть-чуть, как они к вам относились, к тебе, ко всем российским корреспондентам, на улицах, в кафе, но еще до того, как ты стал любимчиком, так можно сказать, армянского народа. Слушай, ну для меня жители Арцаха, арцахцы, жители Степанакерта, иной раз больше русские, чем те русские, которые живут в Москве или в каких-то крупных городах, или там в Подмосковье, скажем так. Ну, я не так много был в Ереване, если честно, я был там проездом пару раз, то есть когда была таушская операция, мы ездили, естественно, в горы в июле и освещали те события, которые там происходили, это тоже горная местность, ну вы знаете, горцы, они в целом друг к другу похожи по характеру и так далее. Я не хочу там ничего плохого сказать про ереванских армян, нас везде очень тепло встречали, и в Ереване, и так далее, и так далее, но если говорить именно как бы, ну, про то, что вы называете вот менталитетом, и все-таки в Степанакерте полтора месяца эти, ну, неполные, я там уезжал на время, ну, действительно, месяц как минимум я там действительно жил, да, и мог прочувствовать настроение местных людей и их самосознание, и я вот убежден сейчас, говорю это, думаю, ни один житель Арцаха меня за эти слова не осудит, что действительно для меня они иногда более русские, чем сами русские. Я так могу рассказать там про сербов иногда, да, потому что они действительно смотрят на Россию, на русскую культуру, воспринимают ее, скажем так, максимально серьезно и максимально сердечно, тогда как у нас это все находится под боком, русский язык тут везде, все на нем говорят, и так далее, и так далее. Может быть, мы не ценим мощь нашей Родины так, как это ощущается там. И жителями Арцаха, ну, вот если есть там, может быть, какой-то иногда барьер, когда приезжаешь в другую страну, ну, какие-то вещи, которые ты там должен к ним относиться, скажем так, аккуратно и так далее, и так далее, то в Арцахе между мной и местными жителями никогда какого-то барьера не возникало, и отличное взаимопонимание. Я говорю, что уже когда российские, во время войны же мы начали, да, там работать, все российские журналисты, не только я, там, десятки ребят, там, не брали денег, с нас вообще никто ни за что, там, то есть вплоть до того, что приходилось ругаться, чуть ли, блин, ну, до драки я, конечно, утрирую, чтобы заплатить за бензин на колонке, потому что поддержка была просто сумасшедшая. Знание русского языка? Нет, естественно, там все говорят на русском, на прекрасном русском языке, действительно во многом литературном, и, я говорю, никаких проблем с общением, с коммуникациями, с пониманием не было. Переходя к следующему вопросу, хотелось бы такой личный вопрос задать. Что ты испытывал, когда узнал, что в телеграм-канале «Тевичья башня» написали про тебя, о желании, извините за выражение, но о смерти, и что уже перешли воевать, как ты уже ранее писал, воевали не с Арцахом, не с обороной армянской, а именно уже с тобой и с твоей командой? Слушай, ну, я, во-первых, об этом телеграм-канале узнал спустя вообще несколько дней, как начался этот скандал, я, в общем-то, у меня не было времени элементарно за этим следить, потому что были регулярные выезды на фронт и так далее, и так далее. Ну, какой-то там непонятный человек, который ведет какой-то там непонятный телеграм-канал, сказал, ну, какую-то вещь, что, типа, да, пусть там, типа, меня уничтожит, или, да, что-то типа такого. Ну, это самое безобидное из того, что я слышал от людей, которые пишут комментарии к нашим репортажам, которые пишут в личку, то есть там угрозы носят просто какой-то, ну, иногда абсурдный характер и семье, и, там, маме, и сестре, и чего только не пишут. То есть я это все еще проходил с украинских времен, да, у меня свой иммунитет, собственный иммунитет на все эти вещи давным-давно выработался, и там, скажем, испугать меня или заставить меня испытать какие-то эмоции на этот счет практически невозможно, просто, напросто можно даже не стараться, ну, это их, в общем-то, личное дело, пусть тратят собственные силы на это. Ну, я, что самое главное могу сказать про все эти истории, что те люди, которые этим занимаются, пусть они там какие-то или политологи, или эксперты, это все люди, которые ни разу не были на передовой и даже близко к фронту на 10 километров не подходили. О чем мне с ним говорить и чего мне от них бояться, действительно, да. Ну, не просто дивану, вот кто-то там пишет, какие-то азербайджанцы, что они меня выследят, найдут в Москве, расчленят там и что-то еще. Пятое и десятое, я, как говорю, не читаю, мне пересказывают ребята, которые у нас отслеживают комменты. И, ну, они захотят чего, чтобы я как бы испугался, да, после того, как ты ходишь и можешь умереть каждую секунду на передовой, когда там неизвестно прилетит смерч или пуля или что-либо угодно, они хотят, чтобы я нервничал, ходя по Москве, но это какой-то абсурд. Эти люди просто не имеют отношения никакого к реальной войне и к реальной жизни. То есть этих людей я, ну, не то, что не боюсь, для меня это просто пыль, ну, как бы все. А, да, еще какие-то мне чуваки звали на ринг с ними подраться. Где? Ну, типа азербайджанцы или что-то. В Москве? Ну, я не знаю, где-то типа в России. Ну, я как бы тоже вежливо отвечал, что, ребята, если вы такие герои, пожалуйста, вот есть фронтовая линия, можно в Шуши встретиться без проблем, когда шли активные бои, я был там рядом. Пожалуйста, приезжайте, пообщаемся, нет проблем. А вызывать меня на какие-то, быть типа тут крутым качком, я не знаю, что там, отжиматься сто раз, что там есть протеин и так далее, считать себя героем, да, считать себя героем, ну, это смешно. Что ты имел в виду, когда говорил, я не армянин, но мы победим? Мог бы ты себе представить, что ты прогнозируешь победу России на данной войне, потому что и армянские, и российские, и даже азербайджанские политологи, эксперты дают оценку, что Россия переиграла всех и победила. Я не считаю, что Россия победила, потому что действительно я убежден, что я прекрасно понимаю определенный политический контекст того, что происходило между армянскими элитами, ереванскими элитами, между московскими элитами и так далее, и так далее. Я, естественно, этот контекст знаю и понимаю, что можно было войну закончить на куда более выгодных условиях, скажем так, для Армении и для России тоже. То, что это буферная зона, которую так модно все время предъявлять России, говорить, что вот, Арцах — это буферная зона, то, что она сократилась на такое количество территорий, я не думаю, что это выгодно России. Да, конечно, я считаю, что миротворческие силы должны были появиться там раньше. Но нужно понимать, что миротворческие силы не могут просто «вот мы миротворцы захотели и пришли», что этому сопутствуют определенные политические процедуры, которые соотносятся с международным правом в том числе и так далее. Россия не могла вести себя свободно, у нее по факту были связаны руки во время этого конфликта. Я рад, что миротворцы туда пришли, но я не рад, что они туда пришли после того, как шли бои за Шуши, я не рад, что они туда пришли после того, как вооруженные силы Азербайджана зашли в Гадрут. И это те города, которые, на мой взгляд, конечно, терять ни в коем случае было нельзя. И эта боль должна быть такая же, как для Армении, так и для России тоже. То есть я это все воспринимаю, как и российскую потерю в том числе. Поэтому мои слова «я не армянин, но мы победим», я искренне верил в победу. Я не считаю, что Армения до конца проиграла. Под словом «мы» я подразумевал себя и арцахский народ, я не подразумевал армию обороны Арцаха, или я не подразумевал российских миротворцев, или политические элиты той или иной страны. Я всегда говорил и буду говорить, что в этой войне я поддерживал народ Арцаха, а не какую-либо политическую силу. И для меня это принципиально и очень важно. Я действительно связан дружескими отношениями с этими людьми. Я восторгаюсь их смелостью, их духом. И именно поэтому они мне родны. Когда я говорю «мы победим», я говорю про себя и про этот народ. И я до сих пор считаю именно так, что рано или поздно мы победим. Переходя уже к вопросам, которые нам отправили коллеги-журналисты из Армении, первый вопрос хотелось бы задать от «Спутник Армении». У них такой. Какой самый яркий эпизод и самый болезненный у вас остался в воспоминаниях о Карабахской войне? Ну, из самого ближайшего, конечно, один из самых таких тяжелых моментов, когда мы вот с миграном, с чемпионом по греко-римской борьбе находились на передовой под Шуши, недалеко от Каринтака. И начался ближний стрелковый бой. Действительно, то есть на расстоянии 30-40 метров я принял решение, что нашу группу нужно эвакуировать из зоны обстрела. Мы выехали. И фактически в этот момент шла зачистка территории вокруг Шуши. Она продвигалась достаточно успешно. Но в какой-то момент вышла очередная группа азербайджанских диверсантов. Ну, сейчас я говорю принадлежность их политическую, потому что там, насколько мне известно, были, конечно, и боевики из Сирии. Одного из них, потом раненого, вытаскивали мои коллеги из Анна-Ньюс, спустя несколько дней тоже из-под Шуши, и должны быть эти съемки. И как раненого пленного встречают. И мне кажется, это, кстати, очень принципиальный момент, когда мы это видели, мы это фиксировали, когда действительно то, как относятся к пленным, взятым на поле боя, бойцы армии и обороны Арцаха. Я, конечно, слышал там какие-то грубые слова параллельно, но если мы говорим в общей массе, что человеку оказали помощь, никто там не причинил ему вреда физического и так далее, и так далее. Это достоин... Что с другой стороны не может? Ну, я наверняка думаю, что, конечно, есть и с другой стороны люди, которые по-человечески относятся к пленным, но те видео, которые мы видим, к сожалению, конечно, говорят об обратном. И когда мы выезжали из этого боя, ну, тогда, как правило, сложно оценить, насколько в опасной ты находишься ситуации. Но потом, когда мы уже поняли, что действительно многих из ребят, с которыми мы там рядом стояли на этом перекрестке, сейчас просто-напросто нет в живых, да, то это и больно в первую очередь. И действительно, вот тот момент, который такой отпечаток болезненный отложил в моем сердце. Переходя к следующему вопросу, вот хочу его зачитать. Вопрос задает Сергей из юмористического политического шоу «Арм Комити», телеканал «Арм Ньюз». И вопрос такой... «Арм Ньюз» я знаю такой телеканал. Да. Какая, по-вашему, была самая большая ошибка, если она была по освещению войны с армянской стороны? Не считаете, что слишком утраивались наши успехи? Я не считаю, что была какая-то ошибка в освещении этой войне. Это мое убеждение до сих пор. Мало того, я убежден, что сейчас там на Арцруна было нападение раз. Человеку там говорят, что он что-то лгал и так далее, и так далее. Понимаете, когда одно дело лгать, другое дело чего-то не говорить. Есть вещи, о которых нельзя просто-напросто рассказывать, пока идет война. Это действительно так. Потому что если ты начинаешь говорить реальные, например, факты на реальных участках фронта, я не говорю, что нужно придумывать какие-то факты. Это разные вещи. Придумать – значит солгать. Но о чем-то не рассказать во время войны – это нормально. Потому что ты же не можешь говорить, вот, например, противник провел артиллерийский обстрел конкретной позиции. Ты можешь сказать, вот такая-то конкретная позиция, восток это, восток это, была обстрелена, там погибло 10 человек. Это на кого вы в этом случае работаете? Я хочу спросить всех тех, кто предъявляет претензии Арцруну, например. На кого вы работаете? Вы работаете по факту дела, оглашая эту информацию на врага, который получает без каких-либо сложностей реальный разведданный. Он получает разведданные, он получает понимание того, насколько точно и куда он ударил. Поэтому формулировки были размыты, но они не были ложными. Если мы говорим об успехах, то почему мы можем говорить, что их не было совсем? Они были действительно и были. Что, азербайджанцы вообще не погибали на этой войне, что ли? Нигде армия обороны Арцаха не сдерживала их натиск, не уничтожала их бронетехнику. Этому нет разве никаких свидетельств, в том числе съемок с дронов, которые там Шушан Степанян публиковала. Вся эта организованная травля на представителей и спикеров Министерства обороны, мне кажется, полной чушью и предательством вообще по отношению к собственной стране. Это мой личный взгляд на вещи. Я говорю про Арцруна и про Шушан прежде всего. Это люди, у которых есть определенные функции. И они свои функции выполняли максимально добросовестно. Они что, должны были выходить и говорить каждый день, все, мы все проиграли или все, мы теперь будем уничтожены через три дня? Ну, вы так себе это представляете? Ну, я обращаюсь к людям, которые предъявляют им претензии. Есть, конечно, вопросы не к освещению этой войны, А есть вопросы к тем, кто несет прямую ответственность за результаты этой войны. И давайте задавать эти вопросы конкретным людям и не делать это на эмоциях, а разбираться, чтобы каждый из них шаг за шагом ответил алгоритм своих действий. И, опять же, судить этих людей вправе только армянский народ, ни я, ни какая-либо другая еще пресса. Пожалуйста, пусть армянский народ разберется, кто виноват в итогах этой войны. И я думаю, что назначать виновных по политическим мотивам, это не совсем правильно. Потому что к результатам этой войны привел комплекс причин. Это и технические нюансы, потому что действительно справиться с Байрактарами и с Гайропами в первый этап войны было сложно. Мы также знаем, что у турков откуда-то были данные, ну, у турков-азербайджанцев были откуда-то данные достаточно большого количества секретных объектов армии обороны Арцаха, которые явно к ним попали не во время войны, а до ее начала. Если судить вообще о том, как дошла подготовка к реальной этой операции, по моим оценкам, она началась с октября прошлого года. Потому что были найдены тела нескольких спецподразделений, у которых документы выданы одним и тем же числом за январь этого года. Это что говорит? Ну, это говорит, конечно, о гибридной войне, о том, что эти люди вовсе не были азербайджанцами, а иностранными специалистами, и документы для них готовились заранее, одновременно. Но шла подготовка серьезная. Был ли Арцах готов к этой войне в полной мере? Чего не хватало именно? Вот эти вопросы нужно задавать. Чего не хватало и что нужно сделать, чтобы это исправить? А обвинять Арцруна или Шушан, что они говорили об этой войне в том ключе, что да, мы держимся, и на отдельных участках фронта противник несет потери. Где они обманули? Вот скажите, в чем они и кого обманули? В том, что Шуши не сдали? Есть интервью ребят, которые выходили из Шуши 14-го числа, понимаете? 14-го, не 7-го. Где я врал, Арцрун? Почему он должен быть ответственен за политические решения, которые он не принимает? Он говорил как есть. Ну, он говорил как есть, но он не мог сказать всего. Вот я оговорюсь, потому что это принципиально понимаем. Нельзя во время войны говорить все. Вот я могу про себя сказать. Я очень осведомленный человек во многих вопросах. Например, во время войны в Донецком аэропорту, это один из самых главных боев. Вот я рассказываю просто ситуацию. Я, например, знаю, что завтра утром начнется штурм. Я как журналист должен об этом сообщить. Это же мировая сенсация будет, понимаешь? Я говорю, завтра утром начнется штурм. Но тем самым я сообщаю информацию для украинских военных, что завтра утром начнется штурм. И какой военный после этого вообще будет со мной работать? Понятно. Дело в том, что помимо официальных источников, мы, да, весь армянский народ следил за вашим телеграм-каналом, именно за вашей информацией. Поэтому в какой-то степени вы тоже были замешаны в этой информационной пропаганде, если позволите так это назвать. Я не был замешан в этой информационной пропаганде. Результат был очень шокирующий для населения. Слушайте, я занимался тем, что я рассказывал то, что я вижу, и то, что я узнал. Это нормальная работа нормального репортера. Я заехал в Шуши, например. То есть я заезжаю в Шуши 6-го числа. Я же там пишу стендап, я там нахожусь. Как, кто может сказать, что Шуши под контролем азербайджанских военных? Ну, а при чем здесь пропаганда? Не, а при чем здесь, если я туда приехал и рассказал то, что я вижу своими глазами, это не называется пропаганда, это называется нормальная журналистская работа. Вот и все. Если я говорю, что 7-го числа, что я знаю, что в городе находятся ребята из армии обороны Арцаха, значит, я связался с кем-то там по телефону и спросил, ты находишься в Шуши? Он говорит, да, я нахожусь в Шуши. Я беру еще один телефон, звоню другому человеку, говорю, ты находишься в Шуши? Он говорит, да, я нахожусь в Шуши. Я звоню, беру еще раз, звоню третьему человеку. Он мне говорит, я тоже нахожусь в Шуши. После этого я беру телефон и пишу пост, что в Шуши по-прежнему находятся наши ребята. Со мной то же самое было. 9 числа вечером в 6 часов мне еще говорили, что под контролем Арцаха. Я 9 числа на прекрасную камеру Nikon Coolpix 125-кратный зум, по-моему, снимал конкретно наших ребят в Шуши с высоты, где стоят телевизионные вышки напротив, на расстоянии километра два. И они вышли оттуда, когда туда зашли миротворцы. Ну, как бы, кто кого обманул? Продолжая тему Шуши, тут у нас был вопрос как раз от Армдели. Вы на него уже частично ответили. Прочитаю продолжение вопроса. Армянская сторона имела шанс сохранить Шуши? В поражении армянской стороны сейчас широко винят армию. Говорят, что люди убегали с фронта. Повлияло ли это на результат? Как ваши впечатления? Ну, смотрите, по поводу тех, кто откуда убегал, я не хочу быть там голословным и говорить, что там все отовсюду убегали. Естественно, были подразделения, которые не были в состоянии воевать с элитными турецкими подразделениями или с элитными азербайджанскими подразделениями. В основном это касалось то, что я видел своими глазами, не регулярных частей, а тех, кого называют мобом, то есть мобилизантами. Это молодые парни, 18 лет, которые, может быть, к сожалению, далеко не все имели возможность, не умели правильно держать автомат, условно говоря. Люди не обстрелянные, которые были брошены в бой с профессиональными солдатами, но не имели соответствующей подготовки. Понятно, что на войне такое случается сплошь и рядом, и я этих ребят, если честно, не виню. А что, какая там вторая часть вопроса была? А, можно ли было дальше воевать за Шуши? Конечно, воевать за Шуши можно было и дальше. Но я не знаю, скажем так, реальных ресурсов армии обороны Арцаха. Это информация, которой владеет министр обороны Арцаха, который владеет президент Арцаха, который владеет премьер-министр Армении, министр обороны Армении и так далее, и так далее, и так далее. Я не могу сказать, сколько дней еще армия обороны Арцаха могла противостоять натиску вооруженных сил Азербайджана. Мне это просто-напросто неизвестно. Но то, что в Шуши на момент заключения соглашения находились ребята из армии обороны Арцаха и вели бой. Они были в одних кварталах, азербайджанцы были в других кварталах. Это были уличные перестрелки где-то, где-то кто-то держал один дом, условно говоря, кто-то там в тюрьме, вот ребята находились, где крепость, отбивались тоже и так далее, и так далее. Подходили ли подразделения, которые могли быть брошены в бой, да, подходили. Я в 9 утра приехал после заключения соглашения на высоту напротив Шуши, и там находилось достаточно большое количество человек, ну, я не помню, человек может быть 400, которые также готовы дальше были идти бороться за Шуши и так далее. Сама история с этим самым адским ущвелем, мне кажется, до сих пор это удачной задумкой, когда действительно вот этот коридор узкий был использован для того, чтобы перемалывать там элитные азербайджанские войска. И это действительно происходило, понимаете? То есть на других участках фронта Азербайджан начинал терять позиции. На Муртунинском фронте он вообще начал отступать, понимаете? Потому что все лучшие из лучших были там брошены на Шуши через как раз это ущелье, которое идет от Гадрута. И они там перемалывались успешно. То есть идея этой операции ясна. Почему не хватило сил довести эту операцию до конца, мне неизвестно. Как будет известно, я смогу сделать свои выводы. Но то, что эту операцию, по крайней мере, можно было продолжать дальше, я в этом почти уверен. Чем бы это грозило для Арцаха? Полной потерей Арцаха или наоборот победой, которая бы последовала, если бы эта операция была завершена? Сейчас у меня нет достаточного количества информации, чтобы я мог это утверждать. Потому что действительно это вопрос ресурсов. Следующий вопрос газета ПАСТ. Генерал-полковник, бывший начальник службы военного контроля Минобороны Мавси Сокопян, дал пресс-конференцию и сообщил, что был использован Искандер. Вы знали об этом, в каком направлении он был выпущен, каковы были последствия? Ну, я об этом узнал, честно говоря... Ты уже в пресс-конференции? Нет, я узнал об этом не с пресс-конференции, я узнал после того, как уже приехал в Ереван, но точных данных о том, по какому конкретно объекту он был применен, у меня нет. Ну, насколько я знаю про Искандер, что он был применен в один из последних дней войны. То есть, если мы там все спрашивают про Ганжу или про что-то еще, но если я говорю, что я не знаю, по какому объекту он нанес удар, как я могу знать, в какую сторону он был использован. Ну, по поводу Искандера я должен тоже добавить, что я слышал эту информацию как бы от неофициальных источников, и у меня каких-либо официальных данных действительно об этом нет. Если бы у меня было официальное подтверждение этой информации, я бы это опубликовал. Следующий вопрос с газетой «Равунг» и вопрос такой. Арам Ашутович Каприелянов, бывший генеральный директор Ньюс Медиа Холтинг, заявил, что для того, чтобы рассказать вам правду о боях в Шуши, официальный представитель президента Арцаха Ваграм Пагасям попросил вас покинуть Арцах. Это абсолютно неверная формулировка вопроса, потому что нужно посмотреть реальный эфир Арама Ашутовича Габрилианова в «Соловьев лайф», где конкретно какие слова он говорит, потому что те слова, которые ему сейчас приписывают, это полная ложь. И он не говорил про Шуши вообще, когда упоминал Ваграма Пагасяна. Это абсолютно точно. Потому что передайте, пожалуйста, коллегам, прежде чем они хотят задать вопрос, пусть они посмотрят, что действительно говорил Арам Ашутович Габрилианов, и, исходя из его слов, зададут мне вопрос. Так сделал я, прежде чем отреагировать на различного рода посты, которые были сделаны разными лицами, в том числе официальными, по поводу присутствия проекта «Варгонзе» в Арцахе. Я все максимально подробно расписал, потому что, да, действительно, был какой-то момент, когда я сделал пост про Роберта Кочаряна. Это не всем понравилось, я не буду говорить конкретных фамилий называть. И скажу, что Ваграм лично мне не звонил на этот счет. Тот разговор, о котором идет речь, был между Арамом Габрилиановым и самим Ваграмом. О его содержании я знать ничего не могу, у меня как бы нет подслушивающих устройств, соответствующей аппаратуры, я не взламываю чужие личные данные, я не знаю, о чем они говорили. Они могут обсуждать друг с другом абсолютно все, что угодно. С Ваграмом у меня отношения рабочие, как с человеком, который представляет пресс-службу президента Арцаха, в этом смысле абсолютно все как бы по протоколу. С Рамом Ашетовичем Габрилиановым у меня дружеский и теплые отношения, я его считаю своим наставником и учителем, несмотря на то, что мы работаем сейчас в абсолютно разных организациях. У меня свой проект, у него свое поле деятельности, я иногда обращаюсь к нему за советом. И он очень многое сделал для информационной войны в Москве, для Арцаха. Я не понимаю этого. Я не хочу, смотрите, это политические моменты, это внутриполитические нюансы. Внутри армянской диаспоры, между властями Армении или Арцаха. Я за факты, которые есть. Слова Габрилианова искажают. Это факт, потому что он не говорил, что во время моей поездки в Шуши позвонил ему в Аграм... В Аграме у себя на странице все отрицает этот факт. Их разговора? Ну так это их разговора, я при чем, реально. Ну а что он мне, как это комментирует? Если один человек поговорил с другим, другой это отрицает, то как я могу это прокомментировать? Ну это же смешно. Я говорю про то, что была ситуация, и Арам Ашуточ говорил, как я понимаю про эту ситуацию, связанная с моим постом про Кочаряна, а не про Шуши. И это тоже важно понимать. Я написал пост про то, что Кочаряна приезжает и так далее. Это вызвало определенное недовольство в кругах, которые курируют работу прессы. Я с людьми тактично пообщался, объяснил им, что я не занимаюсь внутренней политикой, что я при этом не собираюсь не удалять никакие посты, потому что это против моих журналистских принципов. И мы нашли взаимопонимание, и никаких проблем в моей работе в Арцахе не было. Это реально так. Никто меня оттуда не выдворял, никто мне не вставлял палки в колеса или что-то, что-то еще. И какие были разговоры между Габреляновым и Ваграмом, я знать не могу. Ну действительно, как это глупо комментировать, когда люди глупо комментировать интерпретации, понимаете? То есть один посмотрел интервью Соловьева, что-то услышал, звонит мне, спрашивает, как ты это прокомментируешь. Но он услышал из этого интервью какую-то одну фразу, другой услышал еще одну фразу и так далее, при том, что всем, в том числе журналистам, почему-то лень послушать эти 30 секунд, которые есть в интернете, где Арам Габрелянов говорит про Ваграма и про конкретную ситуацию. То есть я не понимаю, насколько нужно быть ленивым человеком, чтобы не послушать это и формулировать вопрос, исходя из каких-то интерпретаций, которые ты наложил на чьи-то еще интерпретации. Я не хочу никого обидеть, просто я за элементарную логику, правда. Я с уважением отношусь ко всем журналистам и к коллегам. Я ни в коем случае, как бы, никогда в этом смысле не веду себя высокомерно. Ну, просто я за нормальный человеческий профессиональный подход. Казета Грапарак, прежде всего, расскажите, пожалуйста, ваши впечатления, почему этот документ, который в Армении называется актом о капитуляции, был подписан так внезапно? Что случилось, почему это произошло? И как вы думаете, армяне в Арцахе могут жить в мире, даже в присутствии российских миротворцев, если они знают, что вокруг турки враги? Ну, я, конечно, могу сказать, что для меня совершенно очевидно, что эта война не закончилась. Для меня совершенно очевидно. И там вот азербайджанцы вчера, что ли, меня опять, там, что-то генпрокуратура у них сильно возбудилась после каких-то моих очередных рассказов про то, что будет партизанская война. Якобы я там чуть ли не призываю к этой войне. Слушайте, это реально секрет полшинеля. То есть в том смысле, что это абсолютно очевидная и ясная вещь для любого человека, который знает, что из себя представляет народ Арцаха. То есть это те люди, которые никогда в жизни, естественно, ничего не предпримут против российских миротворцев, но внутри тех территорий, которые им принадлежали, где были их дома, их храмы, их святыни, что они внутри этих территорий продолжат бороться за свою землю, у меня это не вызывает никаких сомнений, да это ни у кого не вызывает сомнений. Я ничего секретного не рассказал. Так что для меня очевидно, что война не закончится. То, что касается подписания этого документа, в каком режиме он был подписан и так далее, и так далее. Я говорю еще раз, я не политический журналист. Я говорил, они подписывают там документ, говорят, что Шуши остается с Азербайджаном. Что я могу сказать как военный корреспондент в этой ситуации? Я говорю, что на момент подписания в Шуши находились военные как Азербайджана, так и армия обороны Арцаха. Я не устану это повторять, и за эти слова я вручаюсь. Почему было принято такое решение? Это вопрос к политикам. Давайте спрашивать у них. Я понимаю и благодарен за всю ту теплоту и за, я смею сказать, любовь армянской аудитории к нашему проекту. Для меня это реально очень важно и очень ценно. Я дорожу этим очень сильно. И именно поэтому я стараюсь придерживаться той профессии, которую я для себя выбрал. Я понимаю, что сейчас есть искушение у многих людей, которые мне симпатизируют, чтобы я в их внутреннем конфликте принял ту или иную сторону. Но это не моя работа. Действительно, это так. То есть я не буду... У вас и любят. Я не собираюсь сейчас там хаять Пашиняна или восхвалять Пашиняна. Это реально не моя работа. Я не собираюсь хаять Райка Рутиняна или восхвалять Райка Рутиняна. Я с ним общался во время войны. Я общался с ним во время войны. Я написал пост, в котором... С Райком Рутиняна, я имею в виду. В котором я изложил свои эмоции от этой встречи и содержание нашего разговора. Это абсолютно искренне было. И опять же, я готов подписаться под каждым словом. Я говорю, ни одного слова, написанного мной, я не вычеркну и ни от одного слова своего не откажусь. Потому что я действительно тот человек, который, прежде чем что-то написать, действительно подумает и взвесит все. И проверит эту информацию из разных источников. Когда речь идет об оценках деятельности тех или иных армянских политиков, это вопрос, правда, не ко мне. Какие у вас планы в будущем, когда в следующий раз будете в Карабахе? Очень скоро. Я, кстати, ни от кого не скрываю, что вот Новый год я точно буду встречать Степанакерте. И там уже забронировано. Отлично. Спасибо большое. Спасибо.